Добрый день, дорогие слушатели, зрители. В эфире программа «Якутск сегодня». Сегодня мы будем говорить о детском здоровье, о том, как лечить ребёнка и не залечить его. В нашей студии гости Нергуяна Рожина, врач-педиатр, врач физической и реабилитационной медицины, Татьяна Никифорова, врач-педиатр, основное направление детская реабилитология. Здравствуйте ещё раз. Как выяснилось, многих родителей волнуют одни и те же вопросы касаемо здоровья детей. Что же беспокоит мам и пап чаще всего? Я собрала вопросы у родителей, сегодня их задам в прямом эфире вам. Как отличить грипп от ОРВИ? Это был самый первый вопрос. Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Грипп от ОРВИ отличается тем, что грипп начинается всегда остро. С высокой температуры это значит. 39 и выше у ребёнка температура поднимается, появляется озноб, ломота в теле, общая слабость, слабость, вялость. А потом уже через 1-2 дня присоединяются другие симптомы. Допустим, заложенность носа, насморк, боль в горле. А при ОРВИ температура редко превышает 38 градусов и симптомы как бы нарастают постепенно. Боль в горле, допустим, появляется слабость, насморк, они вот первые ежедневные появляются и с каждым днём как бы вот симптомы нарастают. Почему педиатры очень часто всем подряд пишут ОРВИ? Что это значит? ОРВИ? ОРВИ это аббревиатура. Она расшифровывается как острая респираторно-вирусная инфекция. Дело в том, что вирусов огромное множество. И каждый раз брать анализы на вирусы нецелесообразно, так как лечение будет в любом случае идентичное. Поэтому принято в медицине сокращенно любую простуду. Проще говоря, простым языком, это простуда. Поэтому сокращенная ОРВИ. А далее врач может расшифровывать, на каком уровне идёт инфекция воспалительный процесс. Ринит ли это, фаренгит ли это, танзелит ли это, бронхит, может быть, пневмония. То есть это такая аббревиатура. Хорошо, понятно. При каких случаях мы подключаем антибиотики? И почему антибиотики назначаются строго по назначению врача и от пяти дней? Так. Значит, родителям при любых заболеваниях у ребёнка не стоит заниматься самолечением. При повышении температуры, если ребёнок заболел, простудился, надо обратиться к лечащему доктору. И после того, как лечащий доктор делает осмотр полностью ребёнка, и уже квалифицированный специалист сам сочтёт нужным, назначать антибиотики или нет. Это строго решает лечащий доктор. И лечение обычно минимум длится 5 дней антибиотики. Это делается для того, чтобы у бактерий не развилась устойчивость на этот антибиотик. Поэтому назначаются антибиотики не менее 5 дней обычно. А при пневмонии, допустим, дольше назначается, в зависимости от характера течения, тяжести заболевания. Тогда при ОРВИ антибиотики не назначаются? При ОРВИ антибиотики не назначаются. И по последним данным в протокол лечения российский по ОРВИ даже противовирусные средства уже не входят. То есть лечение чисто симптоматическое. По назначению антибиотиков ещё могу добавить, что антибиотики назначаются только при подтверждённой бактериальной инфекции. То есть если есть пневмония бактериальная, если есть ангина, то это больше стационарное лечение в большинстве случаев. И показанием для назначения антибиотика также может быть высокая лихорадка более 3 дней. То есть тут уже врач должен думать, будем назначать, не будем. Должны сдать анализы крови, посмотреть показатели лейкоцитов, показатели СОЭ. В биохимическом анализе посмотреть ВС-реактивный белок. Ну вот, всё-таки прерогатива всё-таки за стационаром. Назначение антибактериальных средств, рутинного назначения в поликлинике антибиотиков очень не рекомендуется. Хорошо. По поводу лихорадки. Тогда когда, в каких случаях нужно сбивать температуру у ребёнка? И вообще стоит ли её сбивать? Да. Очень многие родители при первом же появлении температуры боятся, впадают прям в такую панику. Начинают прям залечивать. Надо прям убрать температуру. Надо просто понять простую истину, что температура – это ответная реакция организма, защитная на внедрение вируса или бактерии. Поэтому специально просто сбивать температуру не надо. Всё должно быть по состоянию ребёнка. Вот ребёнку плохо от температуры, от того, что она повысилась. Можно сбить. Ребёнок чувствует себя хорошо, даже если эта температура 39, и он чувствует себя хорошо. Сбивать её не надо. Показанием для назначения жаропонижающих средств является такая температура, как 38,5 и 39 у более старших детей. У маленьких детей можно с 38 градусов у грудничков давать. Также жаропонижающие средства, которые мы используем в детской практике. Их всего два. Это парацетамол и ибупорфен. Парацетамол у нас бывает в виде таблеток для более старших деток с 12 лет, в виде сиропа для малышей. И бывают также свечи. Ибупрофен – это тот же самый норофен. Назначение сочетанных препаратов, таких как ибуклин, в составе которых есть и парацетамол и ибупрофен, крайне не рекомендуется, ввиду их гепатотоксичности. То есть сами по себе вот эти препараты, они и так являются гепатотоксичными, а их сочетания будут вдвойне еще токсичнее. Поэтому крайне не рекомендуем ибуклин. Тут есть некоторые нюансы при приеме жаропонижающих, о которых должен знать каждый родитель. Допустим, парацетамол можно давать в сутки не более 4-х раз. И интервал у них должен быть 4 часа. Ибупрофен можно давать не более 3-х раз. Интервал должен быть 6-8 часов. То есть также еще можно их сочетать. То есть вот у ребенка температура 39 градусов. Ребенку плохо. Вы даете парацетамол, через час-полтора вы измеряете температуру. Температура упала на 1 или на 2 градуса. Все, дальше ничего не даем. Если температура не упала, не снизилась и даже, может быть, повысилась, а вот прошло 2 часа, вы не можете дать парацетамол, так как его можно дать только через 4 часа. В такой ситуации вы можете дать другой препарат, ибупрофен. И таким образом можно комбинировать, если состояние ребенка требует каких-то мер по снижению температуры. Также хочу сказать по физическим методам охлаждения ребенка. Очень хорошо работает обертывание ребенка горячим полотенцем, сильно влажным. Где-то на 3-5 минут оборачиваем ребенка полностью обнаженного и резко распахиваем. Очень хорошо снижает температуру. Спасибо. Напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы по телефону. Прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Продолжаем нашу беседу. Тогда следующий вопрос. Можно ли гулять с температурой 38 градусов? Прогулки для ребенка, тем более для больного ребенка, очень важны и даже нужны. Все зависит от самочувствия ребенка. Если ребенок себя чувствует бодро, температура 38, он активный, то, в принципе, можно выходить гулять. Но также, конечно, учитываем и погодные условия. Если минус 50, то, конечно, мы не выйдем на улицу погулять. И плюс 40 летом тоже это надо учитывать. Для отхождения мокроты, для улучшения выздоровления, для активности ребенка очень важны. Мы начинаем прогулки на улице и тоже соблюдаем временный режим. Не 3 часа, а, допустим, не 5 часов. Нужно начинать, допустим, до 20-15 минут. Нужно начинать прогулки. Еще родителей волнует такой вопрос, когда ребенок начинает болеть, у него долго держится температура. Какие первичные признаки пневмонии у ребенка? Как не пропустить это опасное заболевание? Да, пневмония довольно опасное заболевание, особенно у малышей. Поэтому важно, конечно, не пропустить. Как правило, пневмония протекает с более высокой температурой и с более сильным ухудшением самочувствия ребенка. Как можно заподозрить? При течении ОРВИ у ребенка состояние может ухудшаться. Может снизиться настроение, у ребенка может быть сонливость, общая слабость, недомогание, какие-то болевые ощущения, боли в грудной клетке, боли в животе могут быть. У ребенка может быть сильная жажда, озноб. Все это может натолкнуть на мысль, что все-таки это не банальное течение ОРВИ и есть какое-то осложнение. В данной ситуации надо будет обратиться к врачу, чтобы врач смог направить на рентгенографию, на лабораторное исследование крови и уже по результатам исследований определить, есть ли пневмония или нет. Лучше в данной ситуации у малышей до трех лет перебдить, чем недобдить. Да, конечно. А правда ли, что детей нужно одевать теплее, чем у взрослых? У детей это все зависит от... Церморегуляция у ребенка иная, чем у взрослых, и поэтому надо будет слушать своего ребенка. Если ребенок себя чувствует нормально, допустим, при минус 20, минус 15, то надо слушать ребенка, как одевать. Не надо сильно укутывать ребенка или наоборот. И с учетом погоды надо будет. Я слышала, что надо одевать детей так. Плюс один слой. Это так, да? Малышей, младенцев. Многослойность в одежде, да? Лучше, чем в очень теплую одежду в одели ребенка. Хорошо. Следующий вопрос от садиковских родителей. Как понять, что у ребенка глисты? И надо ли давать детям препараты для профилактики? Для профилактики противопаразитарные средства мы не назначаем. Потому что это очень токсичные препараты. Даже если у вас дома есть домашние животные, даже если у вас есть скот, даже если ребенок съел песок в песочнице, мы антипротивоглисты не даем. Даем только на основании результатов анализов. Надо трехкратно сдать кал. И при подтвержденном глистной инвазии уже врач назначает в соответствующей дозировке. Как заподозрить? У ребенка может быть зуд в области ануса. Ребенок может худеть. Но тоже не факт. Различные аллергические реакции могут быть. Все это может натолкнуть на то, чтобы исследовать ребенка на таких паразитах. Спасибо. Почему ребенок часто болеет? И как можно укрепить его иммунитет? Главная причина постоянных болезней ребенка – это ослабленный иммунитет. Причины для этого могут быть разные. У ребенка фоновые какие-нибудь заболевания. Ребенок, допустим, родился недоношенный. У ребенка какие-то неврологические заболевания. Допустим, сердечно-сосудистая патология. Или какие-то хронические воспалительные процессы. Это все влияет на иммунитет ребенка. И он развивается еще во внутриутробном периоде. Поэтому стоит подумать о здоровье малыша до его зачатия. Ну, как правильно надо делать. И беспокоиться не нужно. Это вот с возрастом ребенка. Ну, как бы причину надо будет выяснить. И с причиной надо работать. Обследовать ребенка, допустим. Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос возникает. Вот до трех лет, например, ребенок болел редко. В три пошел в садик. И все началось. Неделю ходим, две недели болеем. Почему так происходит? Ну, это связано с иммунным ответом ребенка на встречу с различными вирусами, с которыми он до сели не встречался. Поэтому к этому надо относиться философски. Ребенок вырабатывает иммунитет. И такова жизнь. То есть это нормально? В принципе, да. Это нормально. То есть если ребенок болеет, значит у него иммунитет работает. Не болеют те детки, у которых или очень сильный иммунитет, или иммунитет настолько слабый, что он может не давать ответную реакцию. А нужно ли детям давать витамины? Витамины. Если у ребенка по витаминам, обязательным является для детей, да и вообще для всех взрослых, прием витамина Д в профилактической дозе. Все остальное, если ребенок получает полноценное, сбалансированное питание, если ребенок здоров, у него нет никаких жалоб, прием витаминов практически не нужен. Ну, разве что в периоды вспышки вирусных заболеваний, может быть, немножечко помочь. А так, в принципе, нет. Для того, чтобы решить, давать или не давать, и в каких ситуациях, значит, можно давать, да, когда есть подтвержденный базовый дефицит. Подтвержденный – это значит лабораторно. Мы сдаем анализ крови, и нам говорят, у вас дефицит, допустим, витамина Д, тогда лечебная дозировка назначается. У вас дефицит, допустим, железа, тоже лечение назначает врач. У вас дефицит В12, дефицит витамина, значит, цинка, селена бывает, да. Надо понять, что есть такое понятие, как базовые дефициты витаминов и микроэлементов. Она представлена в виде пирамиды. И вот в основании пирамиды у нас стоит витамин Д. Если у ребенка есть или у взрослого, да, дефицит витамина Д, то все остальное может также быть в дефиците. В первую очередь мы смотрим на дефицит витамина Д. Значит, всем рекомендую раз в год хотя бы создавать анализ на витамин Д и корректировать его у врача. Далее идет по базовым дефицитам дефицит железа. У очень многих детей, значит, бывает дефицит железа, так как мама во время беременности тоже испытывает анемию. И вот железодефицитные мамочки рожают железодефицитных детей. Поэтому, значит, исследование общего анализа крови на предмет анемии, исследование уровня железа, исследование ферритина дает нам картину, есть ли у ребенка железодефицит или нет. Это очень хорошо корректируется. Почему они возникают, вот эти вот железодефицитные состояния, когда у ребенка бывают кровотечения. Носовые кровотечения, когда пубертатный период у девочек начинается, значит, при обильных менструациях, внутренние какие-то кровотечения могут быть. И при, значит, недостаточном поступлении с пищей железа. Когда вот монодиеты различные соблюдают, или у ребенка прям избирательный-избирательный аппетит. Далее по, значит, по возрастанию идет дефицит магния. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях были врачи-педиатры Республиканского центра спортивной медицины и медицинской реабилитации отделения медицинской реабилитации номер один Татьяна Никифорова и Нергеяна Рожина. Спасибо вам. Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вашему вниманию в прямом эфире программы «Якуск. Сегодня» мы продолжаем. У микрофона я, редактор Светлана Вишнякова, наша режиссера и Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. И в нашей студии сегодня в этом блоке гостья врач-педиатр Варвара Борисова. Варвара, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я знаю, что у вас день очень заполнен и личными вопросами, и рабочими моментами, но тем не менее вы сегодня с нами. И я думаю, что эфир очень полезен будет для всех тех, у кого есть дети, потому что время сейчас как раз отпусков. И я думаю, что для родителей, для тех, кто знает, для тех, кто не знает, особенно важно напомнить, как правильно помочь ребёнку акклиматизироваться в новом месте. Да, что уж в новом и в нашем регионе тоже, когда наступает лето, оно наступает у нас прям вот так по щелчку. Вчера лежал снег, сегодня уже солнце и зелёные листья. И как помочь ребёнку, который вот прям разделся, ест мороженое каждый час, просит что-то такое, охлаждённые напитки, да, как ему помочь не заболеть вот в это время и провести его с пользой для себя здесь у нас в Якутии. И для тех родителей, которые планируют вывести своего ребёнка за пределы республики или за пределы, возможно, России, как правильно подготовиться к тому, чтобы ребёнок это время провёл, отдохнул, а не лечился. Расскажите, пожалуйста, начните вот с любого региона, с какого вам захочется. Хорошо. Ну вот, как вы сказали, наконец-то наступило лето, да, уже. Кажется, что вот жить стало легче, вот всё зелёное вокруг. И хочется дать вот волю своим эмоциям, да, забыть обо всех правилах, да, пойти плясать, танцевать, всем позволить всё, что угодно. Вот, ну, на самом деле это, конечно, не так. Что касаемо детей, всегда существовали и будут существовать некоторые правила, вот, в том числе и безопасности. Например, если мы, допустим, планируем летний отдых с ребёнком и хотим провести какое-то время на южном побережье, да, допустим, в какой-нибудь другой стране, если мы выезжаем, то мы должны не забывать о правилах. Первое, мы, допустим, запланировали какое-то время, да, и, значит, некоторые считают, что вот мы, допустим, выехали на неделю или на две, да, и этого достаточно для того, чтобы оздоровиться и получить вот этот вот целебный эффект от отдыха на море. На самом деле, боюсь вас разочаровать, но вот этого недельного, двухнедельного отдыха мало. За, допустим, неделю, за семь дней у ребёнка только произойдёт акклиматизация и адаптация к вот новому климату. Вот, и, значит, произошла акклиматизация и адаптация, и осталась ещё одна неделя, и вот мы улетаем домой. Вот и всё. Значит, нужно в идеале всё-таки месяц планировать как отдых. Минимум месяц. Минимум месяц. Да, минимум месяц. Также перед отъездом нам следует заглянуть в сертификат о прививках ребёнка, да. Даже если это не за границу, если это даже просто на море, да, какие прививки обязательно, в смысле на море, на Черноморское побережье? Да, обязательно прививка от полиомиелита, да, заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт, да, и приводит к ужасному обезвоживанию. Это заболевание, источником его является грязная вода, вот. И вообще, так, получается прививка против полиомиелита. Её нужно, наверное, сделать совсем заранее, не в начале лета, а за какое-то время. Первую. Её ребёнок вообще получает в возрасте трёх месяцев, и она у нас входит в национальный календарь вакцинации обязательный, вот. Но раз она есть, тогда уже о ней не нужно беспокоиться, или её нужно повторить через какое-то время? Её нужно повторять трёхкратно, да, и в возрасте, крайнюю прививку ребёнок ещё получает в возрасте шести лет, и дальше после десяти лет тоже, вот. Поэтому нужно, наверное, скорее всего, перед отъездом посетить педиатра. Тогда, если есть у ребёнка прививка, которую он получает первую, до шести лет, тогда можно не беспокоиться, да? Да, можно свериться, просто открыть в поисковике национальный календарь прививок, посмотреть, какое количество должно соответствовать возрасту, посмотреть сертификат о прививках, свериться, что всё в порядке. И вообще, когда мы выезжаем в какой-то определённый регион, у нас даже если мы путешествуем по Российской Федерации, не выезжая из страны, в каждом регионе есть дополнительные прививки. Например, у нас в Якутии мы дополнительно получаем прививку в два месяца и в восемь месяцев против пневмококовой инфекции. Вот такие же прививки в эндемичных районах есть, в каждом районе своя прививка. И, соответственно, выезжая за пределы страны, мы тоже должны посмотреть, что творится в этой стране прямо сейчас, на сегодняшний день. Может быть, какая-нибудь вспышка какой-нибудь интервирусной инфекции. Вот, например, по опыту прошлых лет, Китайская Народная Республика детей старше 12 лет не пропускает без прививки против коронавирусной инфекции взрослых. Вообще в Китае теперь такое щепетильное отношение после того, что, конечно, этот регион пережил. Вот, и более такие тропические страны. Обязательно нужно посмотреть, какие прививки требуют они и какие вспышки у них есть на данный момент. Ещё вот относительно воды. Она ведь в каждом регионе вообще другая, да? Как вы относитесь к тому, что вот бутылированную воду мы не всегда кипятим, или там её пьём прямо из бутылей? Ну, мы-то сами, может быть, взрослые и ничего. Дети тоже её пьют, да? А приезжаешь, если туда где-то к море, Черноморское побережье, там вообще другая вода, они прям под краном ставят кружку и вот так вот пьют, они вообще не заморачиваются насчёт заказа воды. Где-то за границей тоже вода другая. Как правильно подходить к этому вопросу, начиная вот давайте с нашего региона? Важно ли эту воду всё-таки ребёнку кипятить? Как позаботиться о том, чтобы эта вода была в достатке? Потому что летом мы всё-таки пьём прохладную воду или комнатной температуры, и ребёнок тёплую воду не захочет пить? Обязательно бутилированную воду нужно кипятить. В любом случае. Вот какую бы воду мы не заказывали из какого-либо другого источника, каждый свечку не держал, да? Для того, чтобы обезопасить себя и ребёнка от многих вирусов, любую воду нужно кипятить. Это что касается нашего региона. И взрослым тоже? И взрослым тоже, да. Не ленимся, мы её кипятим, остужаем, имеем в доме, пусть будет несколько графинов, большой один графин, да, мы её обязательно кипятим. В любом случае. Если мы не кипятим воду и употребляем её вот из бутылей, которые нам привозят, или же мы приезжаем, когда на море, из-под крана пьём, чем это чревато? Что будет происходить с нашим организмом? С организмом ребёнка, конечно. Во-первых, то, что я уже упоминала, я даже в нашем городе, получается, уже в своей практике сталкивалась с тем же самым полиомиелитом, вот, из-за употребления грязной воды. Вот, некоторые вирусы также обитают и размножаются с помощью воды. Вот, энтеровирусы и так далее, да. Вот, и, значит, в любом случае эти бутылки, в которых разносится вода, они нестерильные. Ну, недостаточно, возможно, чистые, да. И, как правило, просто давайте думать, вот по бытовому, эти бутылки у нас стоят, ну, месяцами. И мы их никак не обрабатываем. То есть мы одни бутылки меняем на другие. Вот. И какая-то бутылка, возможно, пришла там из другой семьи, да. Опять же, руки, да, не знаешь, какие брались. Да, да, да. Ага, и рабочие, которые разносят эту воду, да, но всё равно у них есть своя микрофлора. Мы просто постоянно обмениваемся микрофлорой с разными людьми, сами того не понимая. Тогда, может быть, верно поступают те люди, которые просто набирают в чайник воду из-под крана или, например, устанавливают, где кран, фильтр какой-то, да, и набирают оттуда воду, кипятят её и остужают. Это получается тогда и дешевле, и для здоровья бережнее. Ну, на самом деле, да. В своём быту и в своей практике я всегда советую устанавливать фильтр. Я почему сказала в самом начале, что у вас и личных хлопот хватает, вы сами молодая мамочка. Да. А у вас маленький ребёнок есть, и старший ребёнок есть, и помладше, да? Да. Вот. Какие вы советы, как профессионал применяете вот в отношении своего ребёнка? Обязательно поделитесь, пожалуйста. Кроме вот того, что кипятите воду и не даёте детям воду мутилированную? Я стараюсь не лениться. И мы, вот, даже если мне, допустим, некому помочь, там, с коляской и так далее, мы просто систематически гуляем каждый день. Вот. И сейчас, в летний период, мы вот ванночки принимаем и купаемся с малышом каждый день, вот, потому что вот профилактика потнится и так далее, да. Детская кожа очень чувствительная и раздражительная. Вот прогулки я вот придерживаюсь просто собственного принципа закаливания постепенного. Вне зависимости от сезонности, да? Да, вне зависимости от сезонности практически. Потому что со старшим ребёнком, получается, вот в возрасте где-то с года мы просто... Ну, он у нас родился в январе, да, и мы даже с где-то раннего весеннего периода каждый день выходили гулять. и, получается, температура наружная менялась, да, и через год ему вот в январе исполнился год, и мы ходили гулять постепенно, 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 мы ходили гулять каждый день. И дошло до того, что мы гуляли и в минус 40 иногда. Таким образом, у меня ребёнок постепенно-постепенно стал, ну, таким закалённым. Тогда вот этот переход с одного времени года на другое время года будет более для ребёнка лёгким, да? Ну, вообще-то да. Если вообще говорить о закаливании, как о методе оздоровления, то вот хорошо начать гулять, когда вот, ну, тепло на улице, да, и в межсезонье, может быть, выбрать такую мягкую погоду и выходить, и временной промежуток должен удлиняться постепенно. Ну, вот, допустим, ребёнок только родился, зимой родился, весной мы где-то в апреле-майе выходим гулять, выходим сначала на 5 минут на балкон, там, на крылечко в частном доме, да, на следующий день выходим на 10, потом на 15 и так далее. И вот мы уже там полтора часа можем поспать на улице, вот. Всё начинается с малого, вот это касается маленьких детей. Спасибо большое. Мы как раз про закаливание сегодня ставили целью поговорить тоже, чтобы уже летом ребёнок, он мог быть восприимчив и к воде, да, и к солнцу. Ещё мы поговорим, дорогие слушатели и зрители, про витамины обязательно. И вот есть вопрос на WhatsApp пришёл от нашего зрителя. Расскажите, какие препараты пить после перенесённого не геморрогаического воскулита? Ну, мы препараты не можем называть, да? Здесь, может быть, вы просто посоветуете, к какому врачу обратиться, или пускай оставят тогда свой номер, да? Ну, номер есть, потому что на WhatsApp и могут обратиться потом к вам, да? И даже не знать, что это за заболевание. Геморрогический воскулит – это такое системное заболевание, оно поражает сосуды. Чаще всего начинается с того, что вот появляются маленькие кровоизлияния на ногах, на руках. Вот вы вроде бы как бы и не ударялись не об что, да? Маленькие вот постоянно появляются какие-то эти синячки. Есть такое, да? Ага, это вот слабость сосудистой стенки. Ага, она становится вот такая... Уязвимая. Да, она становится уязвимой и происходят такие кровоизлияния. Вот. Это, конечно, лечится, потом оно, значит, поражает сосуды, да? И такой ребёнок до полного выздоровления либо ремиссии должен в течение года наблюдаться у педиатра и у ревматолога. И обязательно должна быть... Ну, от стадии заболевания зависит. Должна быть, ну, запланирована госпитализация и комплексное лечение. Ну, в принципе, я думаю, я могу потом взять у вас контакты, да? Ага, и поговорить насчёт консультаций, и мы как-то свяжемся. Хорошо, спасибо большое. Про витамины. Лето наступает, у нас солнца много, и некоторые родители считают, что всё, какие-то витамины можно отменить. Например, витамин D, рыбий жир, потому что в этот момент вроде бы как солнце и вода сами укрепляют иммунитет. Так ли это? В нашем регионе выше... Вот если посмотреть вообще на глобус, да, и вообще как модель земного шара, то есть такая параллель, 30-я северная широта. И вот выше её находится практически большая часть Российской Федерации. Так, на этой территории недостаточно солнечных лучей, недостаточно сильные солнечные лучи для того, чтобы вырабатывался витамин D внутри кожи. Поэтому мы, если не выезжаем за пределы страны, и вот этой 30-й северной широты, приём витамина D не прекращаем. Круглогодично. Очень хорошо, что я это сказала по телевизору и по радио, чтобы меня побольше людей услышало. Потому что я сама не знала. Я тоже думала, что если солнце пришло, то витамин D можно отменить. Оказывается, нет. И рыбий жир тоже принимают. Ещё у меня один короткий вопрос. Ну, вопрос короткий, ответ, может быть, будет длинный. Перед тем, как ребёнок уезжает в другой город, в другую страну, он может бояться путешествия в самолёте, он может бояться вообще какого-то нового места, нового пространства. Он может лететь не с родителями, а с кем-то сопровождающими, и тоже бояться. На уровне этого он, конечно, стрессует. Стресс понижает иммунитет. Может ли это ухудшить момент акклиматизации? И что в этот момент может сделать взрослый, который рядом с ним, как помочь ребёнку? Аспект, наверное, есть и психологический, и с точки зрения медицины. Что касается психологического аспекта, я даже так как мама, наверное, отвечу. Ребёнку важно готовить и постоянно рассказывать о том, что вот ты полетишь куда-то к бабушке, или мы с тобой полетим туда-то, туда-то. Сядем в самолёт, поедем на машине, будем долго-долго ехать, лететь на самолёты и смотреть вниз на города. Какой-нибудь такой обобщающий рассказ. Либо заранее... Положительный. Да, постоянно... Или познакомись с человеком, который будет сопровождать. Ну вот какая-то забота в этом плане должна быть. А с точки зрения медицины, 90% нашего иммунитета находится в кишечнике, в бактериях нашего кишечника. И когда мы получаем какой-то стресс, эти бактерии теряют свою защитную функцию. И они становятся более восприимчивыми к окружающим вирусам и бактериям, другим чужеродным, вредным. Поэтому у нас должна быть очень здоровая микрофлора в кишечнике. Если у вашего ребёнка сейчас на данный момент есть какие-нибудь проблемы со стулом, у вас часто болеющий ребёнок, но вам обязательно нужно обратиться к доктору. И тем более перед каким-либо путешествием вам нужно посетить врача-педиатра обязательно. Укрепить кишечник и с собой иметь аптечку, которая на какой-то случай будет такой подмогой, где будут те препараты, которые могут понадобиться ребёнку в другом регионе. Варвара, спасибо вам большое за такую интересную информацию. Я думаю, интересную и полезную. Она наверняка пригодится тем, кто сегодня был вместе с нами. И мы сегодня, моя сведущая Юлия Решетникова и я, попытались рассказать о том, как помочь ребёнку сохранить своё здоровье в летний период времени и отдохнуть, и оставаться здоровым. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова